и теперь когда мы убираю у нас просто назад как бы улетучивается меню вот этот эффект управляется ниже вот здесь вот зум out то есть зум и как бы на убывание и здесь можно вообще сделать что угодно ратает можно вообще сделать поворот например то есть здесь уже поиграйтесь без меня я оставлю зум out анимация speed это скорость а вот именно данной анимации стоит нормал есть еще fast и слоу слова это медленно еще медленнее чем нормал но нормал я смотрела все варианты нормал самый лучший вариант следующая опция это задержка перед открытием под меню ну здесь смотрите просто выбирать какой-то вариант и смотрите нужна ли вообще задержка я поставлю нет сохраняем зачем здесь нужно задержка да вот пускай лучше под меню выскакивает моментально чтобы не ждать смотрите вот это open это была опция значит задержки когда мы наводим мышь и вот здесь вот также есть задержка когда мы мышь уводим нужно ли здесь делал задержку но я думаю что здесь небольшая задержка пойдет на пользу и здесь можете поиграться либо этот вариант взять либо вот это еще посмотреть как будет работать но я оставлю медью как есть по умолчанию дальше интересная опция как открывать меню по умолчанию стоит hover это при наведении то есть смотрите у нас с вами по умолчанию мы наводим мышь меню открывается и вот эта опция как раз здесь отвечает мы можем сделать так чтобы меню открывался только по клику и есть два варианта по клику только сепараторы и просто по клику вот честно говоря вот эта кнопка я не понимаю как она работает что за сепараторы в общем если нужно по клику то выставляете клик сохраняемся обновляемся вы смотрите я навожу мышь и у нас подменю не появится пока не кликну я сейчас клику и у нас подменю появляется в общем вот это вот сепараторы клик и просто клик я проверил они практически не отличаются ничем сепаратор это можно считать наверное разделитель когда мы делали пункт меню разделитель то есть вот этот тест он у нас никуда не ведет можно считать что это сепаратор и вот этот тест 11 кликаем по клику если доступно то работает то есть тест 11 у нас тоже сепаратор для вот этих пункт пунктов меню служит то есть по клику чтобы никуда страница не вела но я большинстве случаев оставляя hover при наведении поэтому так и оставляем нажимаю сохранить следующая опция чтобы вам понять за что она отвечает я вам наглядно продемонстрирую на своем другом сайте если здесь ничего не заполнено и ваше меню имеет большой уровень вложенности смотрите я навожу мышь всплывает меню здесь есть еще подменю она всплывает дальше а вот следующие уровни вложенности они будут всплывать по-другому смотрите я навожу всплывать здесь навожу всплывать здесь и вот если нам нужно как будто эту иерархию продолжить то есть чтобы они всплывали дальше также например направо нам нужно есть подсказки написано специальный класс диджей мега меню класс вот из подсказки прописать вот здесь то есть вот я в перевод вставил и прямо с перевода вот этот класс вот как я сейчас или от руки напишите значит мы копируем идем на наш сайт но на нашем сайте столько подменю здесь нет поэтому я сделал на своем сайте на другом вы просто здесь прописываете без пробелов вот этот класс который есть подсказки сохраняемся на сайте обновляемся и давайте смотрим навожу 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 и вы видите в сторону ходит навожу и так далее то есть уходит за края каркаса но здесь вот у нас есть выбор либо у нас они друг на друга здесь находят если слишком длинное меню либо идет вот таким образом либо вы делаете древовидное меню здесь вот такой вот есть выбор следующая опция одна из самых таких симпатичных на мой взгляд это вот как раз прилипание меню смотрите если мы прокручиваем страницу меню нас исчезает и ничего не происходит здесь нужно вот это вот как раз стики меню этот как раз прилипание мы нажимаем да и у нас с вами выскакивают дополнительные опции то есть первое мы можем задать пиксели где появляться меню сейчас мы это еще посмотрим можем загрузить логотип чтобы он перемещался и где логотип разместиться слева центр справа то есть смотрите как вот здесь на моем сайте вот он логотип есть обычно наверху я прокручиваю и я логотип вставил в самом меню если вам это нужно это легко вставляется давайте пока просто посмотрим прилипает ли у нас меню нажимаем сохранить обновляем страницу вот вы видите я прокручиваю меню нас прилипает и у нас все с вами замечательно то есть вот просто по одному клику у нас меню прекрасно встает ну и давайте дальше смотреть вот отступ просто наглядно я ставлю 100 пикселей просто ставьте 100 пикселей писать не нужно нажимаем сохранить обновляемся и смотрите что происходит я прокрутил страницу а меню она как бы закрепляется но отступ 100 пикселей идет от верха браузера если где-то это нужно можно воспользоваться но мне это не нужно дальше логотип ну давайте загрузим логотип загружу я его с компьютера так если подложка у вас серая соответственно готип у вас должен быть светлым чтобы его лучше было видно я загружу сразу две копии логотипа своего загрузить чтобы вставить другую копию шаблон так я выбираю светлую копию вставить логотип где отображать справа слева я хочу слева нажимаем сохранить обновляем страницу и у нас здесь логотип встает но по поводу логотип я уже вам говорил здесь либо сам логотип меньшего размера делаете либо на этом уровне 1280 пикселей делайте уже мобильное меню но думаю что это большое разрешение то лучше здесь на все таки логотип меньшего размера здесь создать именно для всплывающего этой подложки меню ну и соответственно уже заодно в шаблоне я помещу как на своем демо логотип то есть я здесь выйду отсюда перейду расширение менеджер шаблонов перейду в шаблон proto star перейду дополнительные параметры и логотип загружу здесь свой сохранить закрыть то есть вот таким образом да то есть вас логотип имеется если хотите чтобы он повторялся в меню да очень крутым таким способом здесь очень легко это делается и последний здесь есть опция управление клавиатуры из перевода здесь что я понял включение доступа с клавиатуры чтобы соответствовать такой-то рекомендации если это параметр отключен доступ клавиатуры будет ограничен и при включенной и при выключенной этой опции здесь есть только отключить и включить я стрелками на клавиатуре в принципе сайт только движется я не знаю как еще можно здесь это управлять на клавиатуре честно говоря не совсем понятен мне данный параметр он по умолчанию включен в принципе пускай будет включен и так мы с вами закончили изучать вкладку опции здесь еще много чего осталось здесь еще и себя для мобильные настройки отдельный модуль меню и потом как вывести вот такими колонками как внедрять модуля любые абсолютно в данное меню как внедрять html модуль вот такого плана да все это вас ждет платном курсе моем приобретаем мой курс он будет стоить всего 990 рублей вы получите последнюю версию данного модуля в подарок давайте перейдем на сайт автора адрес автора dj extensions точка ком я на странице диджей мега меню нажимаю купить сейчас просто вам покажу здесь у нас идет подписка самое дешевое это у нас 29 долларов на 6 месяцев это достаточно дорого если мы сейчас с вами пройдем в яндекс и напишем здесь 29 долларов то нам яндекс сразу посчитает в рублях это 1900 рублей я округлю достаточно дорого я же вам отдаю данный модуль купленные официально с этого сайта подарок и после покупки курса вам будет доступна остальные уроки то есть остальные секреты и в течение года вы сможете с моего форума закрытого форма для клиентов обновлять то есть когда будут выходить обновление данного расширения целый год бесплатно сможете обновляться плюс если вдруг возник какие-то вопросы на закрытом форме вы сможете мне их задать подумайте решите если вам действительно нужен данный модуль если вам необходим то мое предложение я думаю самое лучшее на этом данный урок закончен до новых встреч